приветствую на моем канале сегодня мы очень коротко поговорим про такого героя как отель это стартовый герой относится к священному ордену редкого качества базовым имеет три звезды и герой класса атаки что то что можно про него сказать мне этот герой долгое время не нравился я считал ну как бы смысл четыре стартовых героя выбирай любого каким хочет этим играй в принципе бери каэля каэля лучше на клан боссе себя покажет но в свою очередь у отель тоже есть свои какие-то бонусы фишечки и в общем-то в некоторых режимах она будет превосходить того же каэля и тем более лэйн и галик которые в принципе считаются более слабыми героями ну в плане стартовых героев что такого есть у этой чем она более выигрышно отличаться от тех других героев первый навык это удар на повал атакует врага три раза на последнем ударе с вероятностью 75 процентов накладывать слабость в общем-то атака по врагу три раза это полезно на лавом рыцаря и в дуэльной какой-то ситуации сейчас мы про это также поговорим есть возможность все-таки три удара плюс вероятность наложить слабость плюс то что озарение дает нам бонус атаки на два хода еще и бонус защиты может дать если у нас хп будет ниже 50 процентов накладывать на себя бонус защиты что скажем в сумме в комплекте с хорошим таким шмотом но если для начального аккаунта там первые несколько дней вы играете там награды за в ход плюс дракона что-то можно взять этот удар на повал дает возможность и по галлику и пока элю и по л.м. и под некоторым другим героям ну выдать достаточно хороший урон особенно хорошо мы будем по зеленым героям выдавать потому есть возможность в дуальной ситуации забрать вот три удара если повышенный крит шанс будет плюс вот это вот слабость на последнем ударе нанести следующим на следующий ход добить плюс клинки богов если вот вы качаете аккаунт как я делал рефералку то мне этот герой в принципе помог еще чем интересно озарение то что можно заточить на перезарядку кидал когда вы кидаете на вся озарение ускоряем ускоряется перезарядка клинков богов потому есть возможность и в пве контенте это та же самая паучиха дракон ну имеет вот герой какое-то преимущество как минимум передал и ну вот точно на войнах фракция нормально себя отель также показывает потому что это священный орден есть возможность носком достаточно быстро зайти войны фракции брать глифы брать материал для кузницы но особенно это актуально вот когда в эту кузницу откройте но если у вас какой-то запас до начала того как вы до толковой откройте кузницы у вас уже будет какой-то набор материалов будет уже проще играть есть смысл затачивать потому что видим шанс бонуса штрафа все-таки точится на клинки богов не точится перезарядка но на озарение перезарядка точится аура стандартная для стартовых героев то 15 процентов по оценкам главы компании ну главы компании атака на арене гнездо получить логово дракона как видим и защите хорошо себя герой показывает и вот плата ледяного голема это такой достаточно сложный режим там воскрешаться гварды в замке лава рыцарова постоянно закрываться щитом единственное где его наверное не брал бы это но на клану в битвах он слабенький то реально вот четверку можно поставить смотрите что по артефактам я взял сет кражи жизни потому что мы урон наносим очень хорошо и сет атаки в принципе для 30 уровня аккаунт это нормальную такие характеристики нормальные показатели можно нормально с этим играть по талантам смотрите вот из тех гайдов что я видел что я сам несколько раз смотрел пробовал люди как правило качают атаку очень здесь смысл но очень быстрый смысл все это прокачать я здесь пошел по-другому я не накрыть пошел а пошел здесь но тем не менее мы можем здесь во втором ряду выйти это что я видел большинство гайдов почему-то всегда чают защиту но опять же это почему-то кроется в том что среди всех начальных героев база защиты чуть чуть выше заметно ну не скажем не так чтоб сильно выдающийся параметр но тем не менее с талантами на защиту очень большая разница смотрите здесь мы берем сопротивление потом берем сокращает получаемый урон открытического дара на 8 процентов эффектное отражение потом как люди иногда берут упорство но в принципе чуть почему эту ветку защиты берут здесь вы можете во втором ряду взять несколько умений а потом главное выйти на срочка смерти это сокращает урон от и так конкретно врага на 0 75 процентов при каждом полученном от него ударе максимум 6 процентов для каждого врага это дает возможность и на боссах и на подземельях более эффективно отыгрывать и ставить именно отелью скажем по голову пачку ставите в лидеры что дает возможность отхиливаться от кражи жизни плюс это ура плюс озарение который дает бонус защиты если уже вообще труба там есть возможность еще потом отхилиться от кражи жизни но скажем герой как того очень подразумевает такую активную игру и именно и от обороны и в атаке в принципе герой неплох вот те ситуации которые мне удалось смоделировать отель выживал потому что даже когда она была тридцатом уровне и лэн у меня 30 уровень лэн намного быстрее отлетала чем это разница в защите и даже небольшая она очень сильно чувствуется плюс повторюсь все эти кражи жизни очень хорошо все играется поскольку аккаунт у нас такой стартовый начальные для рефералки я беру я в помощь палача часто хозяйку душ хозяйка тушь интересный герой и мне в принципе выпала золотая жница выпала золотая жница просто из осколка а 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 Продолжение следует... Продолжение следует...